Звучит произведение Александра Гречанинова «Облака плывут». Композитор у развития детской музыкальной литературы 20 века внес большой вклад. Композитор часто говорил «Я обожаю детей, с детьми я всегда чувствую себя равным им». Все эти сочинения мелодичны, интересны по музыкальному языку. Вот и сегодня в репертуаре юных музыкантов его фортепианные пьесы. Так на сцене Павел, ученик Кубинской детской музыкальной школы искусств. С детства я очень любила музыку, и поэтому я захотела профессионально играть на пианино. Елизавета выступила третьей. С детства занимается вокалом и сольфеджио. Волнения нет, ведь она из музыкальной семьи. Мой папа музыкант, мама музыкант, брат закончил на красный диплом. Сестра сейчас тоже занимается. Выступила юная пианистка в младшей группе, в которой почти 100 участников, серьезная конкуренция. Открытый фестиваль-конкурс «Одаенные дети Подмосковья» стартовал со своей первой номинации – фортепиано. Этот конкурс является нашей визитной карточкой нашего округа. Он проходит более 25 лет. И действительно очень значимое мероприятие для нашего округа. И несколько лет уже этот конкурс стал открытым. Теперь в нем могут принять участие исполнители со всей Московской области и Москвы. Впрочем, расширяют не только географию конкурса, но и возможности ребят. Ребята, которые уже поступили дальше в колледжи, некоторые поступили там в специальные музыкальные школы. Я знаю детей, которые стали лауреатами примещенных, которые здесь выступали. Педагоги переживают не меньше, чем исполнители. Хоть первый этап отбора позади, ребятам еще немало предстоит показать. Один из критериев оценки – яркое выступление, индивидуальный номер, который раскроет талант. Сегодня у меня в старшей группе девочка. Замечательная девочка. Вот попробуем тут сыграть. Она первый раз принимает участие во втором туре. Готовились, но как-то не проходили во второй тур, только в первом. Начало положено. Конкурс будет проходить целый месяц на разных площадках округа. Всего 12 номинаций. Следующий этап уже в субботу. Ребята готовятся к фольклорному искусству. Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.